здравствуйте вы смотрите программу персона грата сегодня у нас в гостях певица исполнительница автор песен композитор безумно креативная талантливая девушка которую я искренне обожаю у нас в гостях элина грейпел привет иночка привет вот мы с тобой перед началом передачи только говорили о том что мы с тобой познакомились может быть лет 10 назад и столько всего за это время произошло и я так рада тебя наконец-то видеть в этом кресле давно хотели с тобой встретиться поговорить о музыке о жизни о том что тебя вдохновляет спасибо спасибо мне очень приятно быть здесь мне очень приятно смотреть твои глаза потому что через них я смотрю в глаза всех телезрителей через твои глаза прошли сотни прекрасных музыкантов актеров и для меня большая честь быть сегодня здесь и линочка в русско-американской тусовки ты настолько популярна тебя можно встретить везде на всевозможных концертах акциях у тебя в карнеги холл что-то всегда происходит ты рожденный солнцем ты рожденный светом ты рожденная лета подыши по полно получим наших серых улиц ты ты выступаешь в абсолютно разных жанрах и у тебя и джаз и рок и и сейчас еще там этническая музыка ты настолько разносторонняя ты настолько колоритная я бы сказала но хотела бы начать с того что 28 лет назад ты приехала из белоруссии в америку и как раз таки начинала все сначала как и многие другие и через 28 лет ты вернулась в беларусь так что мы вот так вот теперь вернем и начнем с конца удивительная судьба судьба действительно очень удивительная и как она нас бросает но в принципе это нормальная судьба музыканта приехав сюда с родителями я уже немножко была устоявшийся музыкант в беларуси то есть я вела телевизионные программы я получила мои самые первые награды в беларуси как музыканты для меня это была большая честь поэтому приехав сюда идея заниматься музыкой это была не идея а как можно по-другому жить и естественно хотелось найти себя как музыканта я приехала в небольшой провинциальный но очень красивый город который назывался сайт луис мизори он нам это было это был город блюза джаза это был город удивительных музыкантов с которыми меня потом свела судьба у меня вместо влияет на на создание на становление музыкант очень приехав из беларуси и занимаясь более авторской песней и получив свои первые награды как человек исполнитель авторской песни я приезжаю как я потом писала айгур а понеланды в я выросла на земле блюза я приезжаю в американский блюз я совершенно влюбляясь в американцы а я влюбляюсь в кантри музыку что тебе так вот вдохновило когда я начала понимать каждое слово о чем говорят американские музыканты я поняла что это настоящая поэзия только это настоящая поэзия с другой точки зрения сравнить вот с моей предыдущей карьеры беларуси когда мы привыкли что люди приходят нас слушают а то в америке америка это entertainment мы должны получать удовольствие мы должны развлекать и когда я поняла что в глубине этого развлечения необыкновенная красота поэзии необыкновенная красота ритма и когда я прочувствую этот ритм тем тем ребенком когда я приехал в америку я заболела кантри музыкой я была еще совсем малявкой когда ко мне подошел мой а продюсер в то время и говорит элина ты должна кое с кем познакомиться идем со мной он ему надо у тебя услышать ты хороший музыкант только не бойся я в ужасе решила не бояться и не пойти пошла знакомиться я иду знакомиться практически со всеми всегда потому что ты никогда не знаешь какая встреча для тебя может стать судьбоносный и вот я зашла в бар и передо мной стоял человек спиной повернулся и сказал чак чак дэрэй я помню ставлю чака берри на магнитофон еще из песни да 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 сумасшедшая что я просто не нормальный ребенок на то время я вырастила себе длинные dreadlocks и ходила таким полу полу африканским белорусским ребенком и получал огромное удовольствие изучая эти ритмы и иногда подпевая им группе больше конечно его сыну чаки берри который вливал увлекался роковой музыкой чаки берри был солирующим гитаристом который как бы посадил меня на вот это вот ощущение роковой музыки на своем первом фендере для меня это было вот именно то и отсюда пошла моя безумная любовь к роковой музыки но это как бы country rock потому что я до выросла в мизуори и многие годы как музыкант я провела в дороге в country rock я про проездила во всех во всех маленьких и больших городах я с удивлением и удовольствием поняла что в америке есть такие города как нормал нормальным полицейским управлением находится в или но из город который называется нормал первый раз когда я играла в нормал я думала боже я должна написать такую песню что вот сейчас вот весь этот нормал это было очень смешно до американская как бы дорога 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 постоянный поиск приводили меня к разным к разным направлениям и жанров потому что в принципе музыка у нас у нас vive постоянный поиск красоты если мы не ищем красоту мы не ищем музыку то есть я не понимаю как можно сидеть в одном жанром направлении все время его как выглядит делать дело дело это наверное прекрасно но я думаю что это скорее всего дар это на больше похоже да это вот как на поиск вот себя мы же всю жизнь занимаемся чем распознаем себя свои таланты для чего мы зачем и почему мы и вот так наверно происходит и нахождение музыки когда ты пробуешь себя в разных жанрах да конечно и абсолютно верная фраза постоянный поиск жанра это постоянный поиск себя но так как бог дал то все получалось здорово конечно я уверена что много было ерунды но я считала что все было прекрасно очень часто джазовые музыканты говорили зачем ты поставила этот аккорд сюда или на потому что он очень работал для меня но они смеялись и с удовольствием играли со мной потому что но где они нам могли найти такое такое чудо которая говорила им людям которые получили грэмми как вставить вот сюда вот эту ноту и то что со мной работало такое количество великолепных музыкантов то что я получила воздух и дышала одним воздухом с вот этими людьми которые сделали американскую историю сделано меня элиной вот это элиночка как так случилось да что в принципе тоже ну ты абсолютно уже американская до певица исполнительница вот как случилось так что в прошлом году ты участвовала в отборочном туре евровидения от белоруссии в этом году я знаю ты выставила я тебя поздравляют ты повторно едешь туда на отборочный тур но как тебе вообще пришла эта идея и почему спустя 28 лет ты вдруг вспомнила про родину белоруссию когда мне кто-то говорит белоруссии мое сердце всегда наполняется теплом это шло от моих родителей которые мне рассказывали о красоте это шло от белорусского языка я очень люблю белорусский язык для меня белорусский язык был немножко даже первым потому что я выросла не в минске в минске мы приехали позже немножко позже в детстве раннем детстве мы прожили белорусских деревьев деревне у тебя папа был военный мой папа был военный у меня тоже ли папа военный поэтому я это все прекрасно понимают мы кочевники вот это вот какие кочевницы дало мне возможность увидеть этих людей эту красоту белорусы это та нация которая живет со мной всю жизнь и когда вот кто-то мне говорит я из белоруссии то мое сердце сразу наполняется любовью и я думала как что мне сделать для этой страны чтобы было хорошо потому что беларусь всегда на последних местах в евровидении господи как можно быть на последних там нет талантливых людей белоруссии для меня беларусь это это красота это глубина это это великолепные вокалисты то есть у меня бог свел с такими великолепными белорусскими голосами с которыми просто ну гордость быть рядом и как вот эту культура быть на последнем месте мне кажется что просто композиторство нужно подделывать под под правильное направление надо искать что-то новатор может быть все-таки какое-то общее состояние народа может быть там опять же экономика и все остальное влияет и на музыку я думаю что нет я думаю что что почему так происходит это просто поиск и смелость иногда идет немножко более белорусы немножко всегда выбирают более спокойные варианты они не воюют они не поэтому вот этот вот спокойный вариант музыки мне кажется не всегда хорош если это большие музыкальные конкурсы иногда варианты музыки должны быть бунтарские иногда варианты музыки должны быть другие и музыка должна быть другая поэтому в прошлом году я мы и мы было в израиле я хотела я пошла туда с бунтарской а народу нас Вот есть отрывочек. А давай послушаем сейчас вместе со зрителями. Вы смотрите программу «Персона Грата». Сегодня у нас в гостях певица, исполнительница, композитор Елена Крепелл. Елиночка, ну, конечно, такая заявка серьезная была. Я думаю, что это даже не настолько привычно было для обычных белорусских слушателей увидеть тебя. Приехала космическая, абсолютно космическая девочка из какой-то далекой Америки, которая, там даже где-то написали, наполовину говорит, да, по-русски, по-английски. Это что-то было такое, такое чудо вышло. Вот как тебя восприняли? Они восприняли, ну, Беларусь вообще восприняла меня, как я не ожидала или ожидала с огромной любовью. И подходили ко мне члены жюри и говорили, послушайте, вы и так нас смели. Хватит нас смели. То есть хватит. И эта любовь, я очень благодарна за эту любовь. За то, что вот те детские ощущения вот этой первой любви к вот этому краю, потому что Беларусь для меня это не страна, а это край. И вот этот вот детский край, он был как бы явным. Он до сих пор живет. Вот мое детство, моя первая любовь, оно живет там с этими людьми. И я так влюбилась, мне голову снесло, я влюбилась в Беларусь. Так скажи мне, хорошо, раз ты так влюбилась в Беларусь. Вот если бы на сегодняшний день тебе бы предложили хорошие условия, я не знаю, там дом, зарплату, что-то, что-то, что-то еще, студию, и сказали бы «велком к нам на родину, Беларусь», ты бы поменяла ее на Америку? Вот что бы я сделала. Я думаю, что первое, что бы я сделала, это бы привела Беларусь на мировой уровень. И повела ее за собой на... Потому что музыканту дом очень важен. Но музыканту важно принести свой дом в мир. Потому что наша... Как музыканту-кочевнику, да? Да, это наш мир. Наш мир немножко другой. Мы не возвращаемся туда, мы приводим с собой. Поэтому что я хочу сделать? Цель. Я хочу привести Беларусь на мировой уровень. Я хочу вывести, чтобы... Когда мне говорят «я из Беларуси», мне говорят... Это где-то... Но ты белая, значит... Значит, ты не в Африке. Поэтому я хочу вот это сделать сначала. Ну, в принципе, да. Вот так, по-моему, Беларусь, кроме батьки, да? Больше ни с чем, ни у кого особо так не ассоциируется. Ни с кем из американцев не ассоциируется Беларусь. Поэтому на всех своих американских концертах я пою белорусские песни Максима Богдановича. И, кстати, да, с какой песней ты сейчас выходишь на конкурс? Эта песня... Ну, я уже знаю ее название, «Биткоин». Я просто хотела, чтобы ты об этом рассказала. Почему такой выбор? Ну, это... Я композитор, я музыкант. Чтобы... Каждая песня для Евровидения – это написанная песня для Евровидения. Поэтому я долго работала над тем, что я хочу сказать миру. И как в прошлый раз, в принципе, тоже. Но в этот раз я работала намного более серьезно. Я подхожу к Евровидению в этом году как к Олимпийским играм. Потому что я хочу выиграть. В прошлом году мне было интересно поучаствовать, попробовать. И приехать в Беларусь, почувствовать, что это. Мне было... То есть это как бы мой повод, как музыкант. Что мы делаем, чтобы приехать в страну? Мы делаем там концерта 8. Приходим, сыграем всю страну и уезжаешь. А тут у меня был повод увидеть, прочувствовать и понять, что это. Где лежало мое сердце всю жизнь? Это была моя возможность каким-то образом, вот как ты правильно заметила, вернуться, но вместе с этим возвращаясь моими путями. Пути-то должны быть всегда наши. И приехав туда, я поняла, что я хочу там. Приехав обратно, я поняла, что я хочу здесь. Сейчас, думая о Евровидении, я, конечно, опять очень смелая, очень новаторские, очень бунтарские пути. Но Беларусь славится своей классикой. Я играю... Я арфистка, я играю на арфе. Я делаю сюрприз белорусской аудитории, потому что я заставлю мою арфу петь другими голосами. Я делаю сюрприз в мире электронной музыки, потому что я приношу туда классические инструменты, которые электронная музыка, которая славится своим минимализмом, не славится этими нотами, которые я приношу в электронную музыку. Это будет новаторская песня. Ну а самое главное в этой песне – это поэзия. А поэзия... Давай поговорим о поэзии. Ты же пишешь стихи. Ты вообще воспитывалась на поэзии Марины Цветаевой, Анны Ахматовой. Я тебе скажу честно, откровенно. Я тоже на этом всём воспитывалась. И мне кажется, что это немножко такая... Знаешь, это надломленные судьбы. Понятно, у них была очень тяжёлая жизнь, они проходили. Ну как, воспитываясь на такой достаточно тяжёлой женской поэзии, можно родить свою, такую чистую, ясную. В единый ветер собрались ветра, Мощные ларины стали, И встретили птицы, что в чужие края Ведем не пролегали, Полоса размеренно плыла, Чётко-чётно-чинно, Сильнейшая первая, Слабая с конца, Средняя середина. Первый удар пришёлся в бок, Нежданно, как будто в спину, На тех, кто бороться с ветрами, мол, Но выбирал середину, И всё разбилось на два пути, Сложно и не очень. На тех, кто хочет вперёд идти, И на тех, кто не хочет, Сильнейшие слабых на крыльях несли, Но каждый из них верил, Что им ещё далеко до земли, Но ближе к конечной цели. И растворились они в небесах Птицы и те и другие, Одни с надеждой на крыла, Другие надеялись на крылья, И каждый из них принимал ветра Как часть неизбежной цели. И все они, распуская крыла, Летили, летили, летили. Всё своё детство. То есть уже буквально в 4-5 лет Я заявила моей маме, Что я буду поэтом. Я не буду никем. Кем ты будешь, когда вырастешь? С надеждой спрашивала моя мама, Что я скажу доста. Космонавт. Я говорила поэтом, Но это мама говорила, Боже, упаси никогда. То есть я хотела быть следующей. Я хотела быть следующей, Современной женщиной поэтом. Современной сейчас, новой. А ты можешь мне что-то вот прямо сейчас, Сходу вот раз и своё зачитать? Говорят, что я сложно пишу. Говорят, очень много слов. Говорят, воспевай красоту, И хватит писать про любовь. Говорят, если песни поёшь, То прекрасные ноты пой. Говорящим-то истина, ложь. Я для вас глухонемой. Для меня нет простого простым. В моём чёрном квадрате тень. И я наполнять пустым не буду, Насыщенный день. И я буду сложно писать. И загадками говорить. На дуэль дураков вызывать. И романтиков любить. Спасибо, браво. Слушай, ну, конечно, в самое сердце. Глубоко, чётко, очень и смело. И всегда смело. Ты знаешь, вопрос задаю часто на передаче. И всегда мне интересно, как люди отвечают. Потому что для всех это что-то своё. Любовь. Вот у тебя в каждой песне любовь, В каждом стихотворении, естественно, любовь. Как ты её проживаешь, как ты её ощущаешь, Как ты её прочувствуешь? Любовь – это часть жизни. Это то, чем мы живём. Если мы там, мы всегда имеем любовь, мы всегда должны что-то любить, мы всегда должны о ком-то заботиться. Это наша человеческая необходимость. Нам необходимо любить что угодно вокруг нас. Если там я не говорю просто о человеке, я говорю о большем, я говорю о всём. Нам необходимо любить. Поэтому я всегда люблю, я всегда любима. Это прекрасно. Скажи, пожалуйста, возвращаясь к Беларуси, я знаю, что у тебя состоялся какой-то очень успешный дуэт с группой «Песниры». Мы когда-то, как любят говорить, выросли на этих песнях. Расскажи, как это случилось. А давай сначала мы маленький отрывочек послушаем, а потом продолжим. Вы смотрите программу «Персона Грата». Сегодня у нас в гостях замечательная певица-исполнительница Элина Грейпелл. Элиночка, вот как случилась ваша встреча с песнярами? Это, наверное, подарок судьбы. Очередной подарок судьбы, когда мои менеджеры в Беларуси, они сказали, что вот есть интереснейший исполнитель из первого состава песняров. Он работал с Мулявином, вот буквально рука в руку. Мулявин выбрал его. Он уникальный вокалист Беларуси. И когда я услышала голос этот, я влюбилась. Я сказала, я очень хочу с ним делать дуэт. Но сказать, я хочу с кем-то сделать дуэт, это вот, хей, я сегодня встречусь с Богом. Но оказывается, все в жизни возможно. Ему позвонили, показали мое творчество, и он сказал, с удовольствием. И мы сделали дуэт одной из вот этой прекрасной песни, которая в свое время была популярной, а сейчас не заслуженно забытой. Мы дали ей вторую жизнь. А самое главное, она дала мне столько любви. Работать по скайпу с музыкантами с другой страны, записывать треки с музыкантами на других континентах, это очень интересно. Потому что записав здесь, в моей рекординг-стюдии, в которой я обычно работаю, я посылаю это в Беларусь. Беларусь ее сводят. Он записывает там. То есть это очень интересный процесс. Так вы даже, в принципе, и не встречались, получается? Мы встречаемся с ним в ноябре, когда у нас будет совместный концерт в Беларуси, и в первый раз мы с ним встретимся живьем. И сейчас у тебя будет какой-то в ноябре, да, будет какой-то большой тур по Беларуси, у тебя будет куча концертов. Я увижу все города Беларуси. И для меня это большая честь, потому что увидеть все города Беларуси, это очень интересно. То есть за эти несколько недель, что я буду в Беларуси, я увижу ее всю. И это просто подарок, который я жду. Я жду эти озера, я жду эти леса, я жду этих людей. Алиночка, скажи, пожалуйста, в проекте «Голос» ты не хотела участвовать? Например, тот, который в России проходит. Так много наших общих даже знакомых, и Наргиз, и Ксана Сергеенко, участвуют и очень успешно. И у них пошел такой взлет, бум в карьере. Ты об этом думала? Я композитор. Я композитор и поэт. А я люблю композиторствовать сама. «Голос» — это прекрасный, вокальный. У меня хорошие, то есть, вокальные возможности. Я благодарю Бога за талант. И благодарю моих учителей за то, что они его мне правильно направили. Но проект «Голоса» — это немножко другой проект. Это проект, когда берут вокалиста и делают его немножко лучше, показывают другие стороны вокала. То есть, это сугубо вокал для вокалиста. Я хочу быть композитором, я хочу быть Элиной. Я не хочу быть человеком, который даже самые талантливые, талантливые композиторы, когда пишут мне песни, это их песни. Я их воспринимаю как те. Каждая песня для меня должна стать своей. Только тогда она станет другой. И поэтому участие в проекте «Голос» для меня было бы большой честью, наверное, не как участник, а как гость. Но участником я в этом проекте быть не хочу. Но в других проектах я была. «American Got Talent», потому что там я могу быть Элиной, я могу быть собой. Кстати, насколько американские конкурсы, понятно, что все и Россия, и Белоруссия, очень многие проекты, ну просто там, грубо говоря, копируют. А насколько вот ты как участница, ты же на многих конкурсах была, да? Вот как в Америке это все происходит и где-то в других странах, насколько отличаются? Похожи, очень похожи. То есть они очень похожи по формату. Конечно, это другая страна, и другое телевидение, и другие... Ну как, все другое, но в принципе это очень... Конкурс он конкурс. Ты приходишь, ты становишься, и ты всегда должен быть лучшим. Я ужасно люблю конкурсы, я ужасно люблю бороться за что-то. Скажи мне, у тебя продюсер есть? Нет, у меня есть менеджеры, которые идут за мной. То есть это как бы группа людей, тим. Я их называю dream team. Просто команда мечты, они в другой стране. У меня есть... Извини, да, я тебя перебью. Это твой сознательный выбор, чтобы у тебя не было продюсера? Или так получилось, или тебе легче в этой роли выступать самой? Многие годы я работала... То есть не многие, но я работала и с профессиональными продюсерами, я работала и с полупрофессиональными продюсерами. И время изменилось. Если раньше там нужно было, чтобы стать знаменитым, посылать свою информацию, record labels, они там что-то тебе присылали, нужно было иметь entertainment lawyer. Все это было, все это я делала, все это у нас было. За все эти годы, потому что интернет принес совершенно другие возможности музыкантов. И с того момента, когда появился интернет, ведь сейчас же я уже не выпускаю CD, потому что у многих их нет. Их просто уже нет. И поэтому я беру свои CD-шки куда-нибудь там, в провинциальные места, где я играю, потому что там у них еще есть, остались CD-плееры. Сейчас все на интернете. А если все на интернете, то мне вот так вот раз-раз-раз и кому-нибудь что-то написать, и кто-то что-то ответит, намного проще, чем звонить третьему лицу, вот напиши, пожалуйста, тому, чтобы тот мне, пожалуйста, ответил. А еще я столько двигаюсь, я хожу в такие интересные компании, с такими интересными людьми общаюсь, что, наверное, мой менеджер просто за мной не угонится. На сегодняшний день, да, твоя цель уже поставлена. Это Евровидение и Белоруссию привести на самый топ. А вот твои личные человеческие желания, они какие? У меня много. У меня много времени на программах будет. У меня много человеческих желаний. Хочу, чтобы мама в Нью-Йорк приехала, хочу, чтобы все было хорошо, хочу, чтобы все мои любимые были счастливы. И хочу, чтобы все было правильно. Так что люблю вас всех, вот всех. И это все я. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное, что сегодня ты была в нашей студии. Мы, безусловно, конечно же, желаем тебе удачи. Мы желаем, чтобы ты победила в конкурсе. И потом самым лучшим образом представила Белоруссию на Евровидение. И какой бы песней ты бы хотела закончить сегодняшнюю передачу? Ой, наверное, та, которая еще не написана. Потому что для каждой передачи я напишу что-то новое. И теперь для вас, вашей НТВ, я напишу что-нибудь новый трек. Но так как она уже сейчас есть, то я с большой гордостью хочу заявить мою песню для Евровидения. Может быть, этой песней я хочу начать и закончить то, что я считаю правильным в музыкальной карьере. Спасибо тебе огромное. Удачи тебе. Мы смотрели программу «Персона Грата». Сегодня у нас в гостях была восхитительная, очаровательная, талантливая Элина Грейпелл. Мы желаем ей удачи во всех конкурсах и во всех ее творческих начинаниях. Оставайтесь с нами на телеканале НТВ Америка. И хорошего вам настроения. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»